ребят всем привет решили сегодня себе устроить мини выходной поедем сейчас погуляем по дамбе гувера и потом поедем на мини пикничок в парк и будем делать кое-что очень интересное особенно для кати хотя вот сделала кисадили с сыром и с курицей горяченькие вкусные здесь ягода там яблоки вроде и самое главное это горох всем приветики нам ехать целый час я думала как-то будет поближе на почему мы не захотели поехать на дамбу гувера мы там давно не были и кстати странно что мы не ездили туда с родителями уже в другом городе болдак сити называется и там вдалеке видно озеро лайк мит рассказала вот сейчас как раз едем это сейчас почти большую часть возра тут какие-то новые развязки дороги давно мы тут не были мы сейчас будем ехать уже по дамбе и окажемся в другом штате в штате аризона надо найти сейчас парковку так много людей достаточно так никто не переходит все мы уже на дамбе популярное смотрю какое-то место да раньше не было столько людей вообще не было тут одни гуляли мы припарковали здесь на парковке уже кстати в штате аризона она бесплатно и пойдем сейчас вот по тропинке на дамбу там погуляем возможно если нам полиция разрешит мы проверим миф с водой что она должна вверх подыматься из-за ветра но я чуть не уверен и ведь не будет потому что там полиция стоит не только нету ветра а ну кстати и даже если бы был ветер она бы не поднялась не знаю мне кажется что это работает миф просто там стояла я видел 2 2 полицейских и мне кажется они меня повяжите если я начну так делать поэтому я у них спрошу можно ли так сделать и мы попробуем сейчас бумажку ну если в прошлый раз когда мы были тут был просто такой витрина дикий что вообще спокойно мог поднять а сейчас мы идем сейчас мы идем прямо очень хорошо ну да возможно на самой дамбе будет ветер почему прошлый раз там парковались и шли дольше немного часто припарковались поближе ура мы дошли до тинька знаете какая дамба массивная так вот на камере кажется что она мне кажется маленькая но здесь вот допустим нереально высоко и она прям такая большая часто знаешь как с какую самую банальную вещь скажу в мире знаешь как вы думаете что это за белая вот это порода да это туда вода доходила раньше вообще очень тебе повезло со мной мышцы статьи в аризоне и вообще там а вот на этих башнях написано невада тайм типа время невада здесь аризона тайм что на час больше но фишка в том что здесь все равно еще не меняет часовой пояс у меняется там чуть подальше мне кажется у вас это мог на телефонах меня и да и в принципе здесь он не поменялся как бы чисто территориально еще миль пятьдесят до смены пояса но время еще тоже кстати они не обманывают здесь одинаковое время стоит здесь четыре часа дня и невада тайм тоже четыре часа дня так что они не жулики я-то почему-то раньше думал что тут на час вперед они переводят спалил их и они перестали переводить сейчас мы идем на дамбу точно киса смотри давай посмотрим по сбоку подожди секунду нифига себе как страшно хорошо ты падай пробу подойти тип ты мне кажется можешь обкакаться от страха не страшно вообще туда ветра вообще здесь нет поэтому если воды вниз полью то она просто вниз пойдет потому что нет ветра надо приезжать ветреную погоду вот сзади меня стоят даже трое полицейских и поэтому этот трюк с водой я пробовать не буду на ветре как бы нет если был бы ветер я точно спросил потому что мне не страшно в принципе вот кстати можно тур пройти по дамбе и спуститься вниз они там что-то покажут кроме 30 долларов стоит для человека для тех кто не понял что я имел ввиду насчет трюка с воды я видел видео в интернете где брали вот так воду поливали вниз и она вверх летела то есть но не падала вниз но фишка в том что сейчас вообще нет никакого ветра и она точно вниз упадет вот если был бы ветер я попробовал потому что полиция ушла так посмотрел что там валяются муж кепки какие-то еще что-то вижу только конус он оранжевый все больше никто ни очки ничего не ронял или там чистят потому что он там мостик есть какой-то вот наверное чистить все таки а еще до машины стоят и вижу маленькие такие чем мы нагулялись жарко поедем дальше тут кстати есть кондиционированные туалеты женские вот здесь а мужской вот там с другой стороны ну и фонтанчики с водой стоят кстати тоже ну и и и конфетка прокатить не с ветерком становились тут на смотровой думал будет красиво видно дамбу на здесь ты тут это электрическая штучка и мешает слегка виду а вообще можно подняться на этот мост там есть но отдельная парковка и пройтись вот ведь там люди ходят сверху и будет видно прям всю дамбу с этого моста мы подымались но сейчас мы туда не пойдем потому что там жарко и подыматься короче не жарковато еще для подъема до этого моста но он люди видеть там ходят заехали еще на смотровую лейк мид озеро и мы вот смотрите вот там ночевали в палатках первого да и купались да вот там а вот на вот этом пирсе очень много рыб вообще кстати возле пирсов всегда очень много рыб хоть такая информация красиво на закате подождем там ты чего соков нажди рыбачу где-то вот там мне кажется про вот за горой скорее всего приехали в магазин где все по 99 центов и знаете что я хочу купить сосисочки за 1 доллар знаете для чего потому что вы спите на рыбалку вот про какое занятие я говорил самое интересное в мире это рыбалка я буду на сосиски ловить саму в этом убедился прошлый раз мы сейчас находимся как раз рядом с теми озерами где рыбачу и идут сосиски тут это какой-то большой магазин у нас вегасе я таких огромных не видел тут про мои продукты и всякие овощи фрукты там и вот сосисочки 99 центов вот они родненькие только я вот не знаю чекен навряд ли нужны мне надо биф какой-то хотя нет знаете что на чекен ливер я знаю что само флойд поэтому и сосиски чекен подойдут в принципе да там там бумага то ли намешанная за доллар да подожди или вот луизиана стайл боже мой да возьми любые да конечно это вот профессиональный рыбак ну вот они упали значит я их возьму для профессиональный рыбак Катя вам говорит нету разницы на какой чекен там тюрки вообще неважно ты видела там есть овощи и фрукты я не видел такого чтобы у нас было кстати сейчас хэллоуинские всякие украшения там костюмы и маски ну и все такая вся атрибутика с хэллоуин связано удается все стоит доллар но ходить мы сейчас показать этого не будем ну вот тут очень много накисть кстати не все стоит доллару туда три штука вон тяжелая нифига стиль из гипса да вот тут продукты авокадо доллар это нужно да хорошее авокадо так возьмем одно мы приехали в парк сейчас пойдем сначала покушаем на пикничок вот все наши вещи водичка холодненькая нам теперь надо найти самое классное место в тенечке тут так пахнет вкусно травой такой сырой хочешь здесь туда не пойдем здесь вообще можно тут как бы ну поле для игры конечно можно тут тоже ну не знаю вот ведет и разуваться как бы она мокрая вообще жестко да я заметил на мочонушке да блин она очень мокрая и не знаю ну вообще странно конденсат какой-то как бы влажности то тут нет и что пойдем там посмотрим ну да пойдем туда пойдем вот наш сегодняшний пикничок кисадили с курицей сыром то овощи фрукты самое главное что нужно любому мужчине это конечно же горох санитайзер помыть руки и вот это настойка у нас на на манго да настойка и это водочка как вчерашняя путинка ой запахло так вкусно вот этим санитайзером и здесь трава не мокрая да все давай кушать я уж так проголодался на самом деле вкусно горячее еще прикольно там взрослые бегают с детьми и просто там такая ледяная вода как они это делают там пацан носится орет как сумасшедший дятям вообще пофигу ну а взрослые то смотрите с ними тоже еще вот небольшая детская площадка мы тут такие сидим я читал комментарии там такой один смешной был кто-то написал какой месяц а ему другой человек ответил сентябрь блин я вас уважаю вообще прикольно что еще там пишут что джекинси надо было оставить но они я посмотрела они на видео правда не выглядят такими большими но они у меня действительно большие и даже если в три раза вырастить живот они будут большими мы доехали до того озера где я рыбачил уже и я на этот раз взял с собой блин я забыл как эта штука называется подсак там или сачок это для бабочек ну короче видите сами да и я хочу просто взять ну просто ради эксперимента ну прикормить возле берега здесь рыб как прошлый раз их штук штук 40 было взять такчик подсечь и посмотреть сколько я поймаю о первый улов просто 2 секунды да вы видели да так это любил кстати смотри вот этот бай ааааааа ты заметила этот большой больше чем тот чем я до этого побольше чуть такой карасецкий его даже пожарить можно бедненький для оси от общего за ноздрю по малому не больно с этим вроде не чувствует боль насекомые а по счет будешь ловить сегодня конечно вы и дорогой это называется спортивная рыбалка когда ловишь и отпускаешь явно хлеб поймал прикольно на буре ось не только я ведусь но еще и рыбы сумасшедший видишь сколько их много ничего-то не очень вон они а да 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 вижу просто большие а вон большая какая подозвать иди сюда вот она идет 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 а дальше бояться короче они не дураки так близко не подходят прошлый раз подходили но часто видят видят сетку надо допустим так по моему не знаю видно на камере нет я не успеваю сесть и рыба все клюет и клюет так ну все я просто сейчас ну разминка была на маленьких как шуток сейчас начну карп самов ловить на сосиски давай ну что давай на сосиски уже лови я вот ищу какой смотри мне какой жесткий крючок да я просто не знаю ну лучше таки есть огромные ну конечно правда да ну смысле это крючок для правда для лед для оконя друг здесь такие огромные вот ну не знаю ну вот у меня тебе лучше знать даже не мне ну вот и четырнадцать тысяч поломал рыбочек смотрите какой красивый закат камера конечно не передает он прям розовый а паша все мучиться не может поймать большую рыбу ну тут много людей пришло кстати там вдалеке и вот все они тоже рыбачит смотрите какие здесь призы иксбокс гриль телевизор 500 долларов айпад 10 тысяч надо всего лишь собрать такие комбинации мы сейчас это будем делать кистома длина надо собрать чего-то по три правильно или чё понимаешь да просто откроет и все уже штуки эти все даже да конечно я там открыл там было два ключа это почти победа прикинь мне кажется это вообще развод развод опа написано вене чем мы выиграли машину на самом деле это просто реклама дирижского центра машину там продают и выиграть шанс выиграть один из этих призов самый минимальный шанс вот выиграть иксбокс гриль или там пятьсот долларов один в двухсот пятидесяти тысячам но когда ты приходишь минимум что ты можешь выиграть это пять долларов то есть сто процентов что ты выиграл пять долларов это надо и ну ехать вот дилерский это центр и проверять они тебе скажут что ты выиграл шанс выиграть сто тысяч найти-ка скольким один к пяти миллионам вот 10000 один к одному миллиону айпад один к 500 тысяч вот такой шанс мизерный я даже жёг что из ванны не потому что туда ехать ребят разыгрываем вот этот приз если вы живете в она ребят будем с вами уже прощаться всем хорошего дня пока пока все тихо